Хотя доллар успел вырасти на 30 копеек и в процентном соотношении это всего около процента, украинцев охватила паника. Рухнет ли иностранная валюта? И в чем причина сезонной лихорадки? Пока очевидно, гривна падает, американская валюта укрепляется. Сейчас за один зеленый просят 26 гривен. С приходом осени гривну преследует сезонная болезнь. Уже сегодня в обменных пунктах Одессы курс доллара перевалил за 26 гривен. Каких прогнозов ожидать украинцам? И в чем причина такого резкого скачка курса доллара, мы узнавали у экспертов. То, что происходит с курсом валюты, это естественное колебание, потому что если посмотреть тот курс, который был месяц назад, то он приблизительно был таким же, как сейчас. Единственное, что во второй половине августа было снижение курса доллара. А сейчас те показатели 26 и 26,1 на валютном рынке и на рынке наличных валютах, это 26 и 26,5. Это нормальный показатель. Если вспомнить ситуацию полгода назад, курс доллара был выше, чем сейчас. На некоторых одесситов рост валюты никак не повлиял. Говорят, пока по кошельку не ударит, волноваться нечего. С началом недели вы тоже меняли? С началом недели, только сегодня. И в принципе у вас не так извиняется? Нет. На 40 копеек он поднялся. Как-то на вас не повлияло? Нет. Я редко меняю. Эксперты сходятся во мнении, что нынешнее проседание гривны уже традиционное, и оно не является критичным. Обычно в преддверии осенне-зимнего периода правительство начинает скупать энергоносители и импортные товары. Поэтому курс и начинает лихорадить. К тому же, этим летом Нацбанк редко проявлял инициативу в покупке валюты на рынке и активизировался только в последнее время. Поэтому мы можем спать спокойно. Курс достаточно, хоть он и колеблется, но он, скажем так, достаточно резерву Нацбанка, чтобы в нужный момент выйти на торги и сделать его таким, как Нацбанк захочет. Сегодня все в его руках. Более того, такими, скажем так, аргументами, чтобы нам не переживать, не бояться, является то, что с начала года Нацбанк увеличил свои золотовалютные резервы на миллиард семьсот миллионов. По сценарию первой в Украине трехлетней бюджетной резолюции, в этом году курс гривны прогнозируют на уровне 27 гривен 80 копеек. И расти выше не должен. По крайней мере, до следующих президентских выборов. Я думаю, что да, где-то к ноябрю месяца будет 27-27,5. Конечно, потому что Украине придется импортировать дополнительные энергоресурсы для отопительного сезона. Поэтому это 27-27,5. Но это, опять-таки, не какое-то серьезное изменение. Доллар дешевел все лето. И такой стремительный рост вполне адекватен с экономической точки зрения. Эксперты утверждают, сентябрь вряд ли закончится курсом выше 26 гривен 80 копеек.